Переведи меня через Майдан С украинского стихотворения Последняя песня старого лирника Виталия Коротича Которая перевела на русский язык Юна Морец Юна Морец перевела это стихотворение Сергей Никитин Посмотрел Сделал музыку на это стихотворение И супруги Никитина Ее исполняли Песенку в принципе знала вся советская интеллигенция Но Где-то последние 25 лет Я провожу такой эксперимент Я беру и спрашиваю людей Переведи меня через Майдан Это кто обращается Кому обращается Куда надо перевести О чем речь идет в песне И вот что самое интересное Что огромное количество людей Которые хорошо знают Любят песню Даже знают ее наизусть Не могут Сказать о чем идет речь То есть песенка нравится Песенку знаем Песенку поем А вот о чем идет речь Вспомнить не можем И это действительно странная вещь Я помню когда-то в Ухте Девушка которая хорошо пела у костра Песню переведи меня через Майдан Я ее не спросил А О чем песня Она говорит Ну Майдан Это такие горы Типа Альп Вот это переведите Из горы Другая дама Которая тоже очень хорошо ее исполняла Она Сказала что это мост У меня были ответы Мне говорили Майдан Это Вот такой вот паром Другие говорили Что это какой-то населенный пункт Где погиб сын автора И так далее Майдан Это площадь И то что Майдан это площадь Узнали в 2004 году Когда были события Именуемые оранжевой революцией Которые происходили в Украине На главной площади Майдане незалежности И вот то что Майдан это площадь Это узнали Но Что Почему вот эта песня так манит А с другой стороны никто А с другой стороны Очень многие кто ее знают Не знают о чем там говорится Во многом это вызвано Потрясающим Очень красивым Переводом Юный Пинхасон Морец Которая использовала Украинское слово Майдан Которая сделала Перевод очень звучным Но как-то затемнило То содержание Которое было в оригинале И песенка стала популярной Снова стала популярной В 2004 году Когда люди вышли на Майдан Махали оранжевыми флагами И покорили всю Европу Тогда Вообще и Майдан Стал популярный И оранжевый цвет Стал популярным Оранжевым цветом Пользовались дизайнеры Конструкторы Художники Рекламисты Самые дорогие Бутики мира Вдруг стали напоминать Апельсиновые лавки Такие Окей Переведи меня через Майдан Однако Потом прошло какое-то время И выяснилось Что ничего не произошло Оранжевая революция Которая происходила И которая породила весь мир Люди Которые Прославились В весь мир Они оказались В той же самой стране Страна не изменилась И Ющенко окончил Свой политический путь С тремя процентами популярности Почему же это так произошло Почему люди Вышли вроде бы Совершили революцию А страна не изменилась Почему большинство Цветных революций Которые произошли в мире Они проигравшие революции Вероятно Ответ на это В вопросе Что такое революция Чем отличается революция От нереволюции Наиболее правильный Популярный Ответ Это Мятеж Не завершается Удачей В противном случае Его зовут иначе Если мятеж Завершается Удачей То его называют Революцией А не путчем А не мятежом А не бунтом Но Это Определение нам ничего не дает Поскольку это Как определение Говорит Мятеж От революции Отличается От революции Тем что она побеждает Да Революция Отличается От не революции Тем что она побеждает Как Мадам Отличается От маназели Наличием Месье Но Это тоже Ничего не дает А почему Революция Одна побеждает А другая Не побеждает Тоже вроде Называется Революция Не побеждает Так вот, главное отличие революции от нереволюции заключается в том, что революция изменяет страну. Даже если потом происходит реставрация, как правило, любая революция заканчивается реставрацией. Даже если потом происходит реставрация, даже если на престол садится брат казненного короля. Это уже другая страна, которая ведет дела по-другому, где другое управление, другое население, другие правила игры, другая реальность. Это отличие революции от нереволюции. И в этом отношении оранжевая революция, она весьма спорна. Она весьма спорна просто потому, что если условный Коломойский имел возможность ограбить условного Пенчука, то это может быть хорошо Коломойскому, но это не революция. А большинство цветных революций – это перераспределение власти внутри элит. Революциями их можно называть очень-очень условно, эти цветные революции. То же самое можно сказать про множество революций, произошедших в арабском мире. Если там не произойдет структурных, системных изменений, то это было перераспределение власти внутри элиты, ничего больше. После оранжевой революции во многих отношениях ситуация ухудшилась, а не улучшилась. Украина во многих отношениях стала дальше от Европы, а не ближе к Европе. Люди, которые вышли на площадь и пропели свои песни, выступили, они покорили мировые СМИ. Но от того, что люди выходят и кричат «разом нас богато», рано или поздно романтика оранжевой палатки заканчивается. А начинается, вернее продолжается обычная реальная жизнь. И в этой жизни никаких больших перемен, никаких системных изменений не произошло. И для того, чтобы они произошли, нужна правильная постановка целей. Нужно правильно понимать, куда идешь, зачем идешь и так далее. Поговорим о постановке целей. Вернемся к песне «Переведи меня через Майдан». «Переведи меня через Майдан». Помните эту песню? Но кто поет эту песню? В украинском тексте, тексте песни старого лирника, он гораздо более реален, более конкретен, чем русский звучный текст «Юный морец». В нем «Переведите меня через Майдан» обращается, это обращение не к кому-то конкретному. Поет эту песню, она вложена в уста слепого певца, который провел свою жизнь на Майдане. Пел слепой певец. И вот он чувствует, что он хочет умереть. И он хочет перед смертью перейти через эту площадь, на которой он пел. А там, за площадью, находится гречневое поле, о котором он говорит, что там, где цветет гречиха, где пчелы стонут глухо. Вот он хочет туда. Перейти туда, перейти в эту площадь. И он обращается не к кому-то конкретно «Переведи меня», а «Переведи, кто может перевезти меня через площадь туда?» Кто площадь мне поможет перевезти, перейти? Там над гречихой сон пчелины кружит. Там тишина закладывает уши. Кто площадь мне поможет перейти? Он говорит об этой площади, что там плачет женщина. Это не какая-то вообще женщина. Это конкретная женщина, с которой он когда-то был. От которой у него родился ребенок. Ребенок – сын, который сегодня пойдет, поет на Майдане. Он говорит об этой женщине, что он пройдет мимо нее, и она его даже не узнает. Он спрашивает, кто площадь мне поможет перейти? Ему никто не помогает. И он идет через эту площадь, и водоворот толпы захватывает его. И в этом водовороте он падает, падает по сегденье площади и умирает. И это может быть даже хорошо, потому что в украинском тексте объясняется, что за Майданом поля уже нет. Поля уже нет, потому что пока он пел на своей площади, пока он был здесь, маленький городок и Майдан, перекресток, площадь на перекрестке семи дорог. Этот маленький городок разросся. И поля за Майданом застроили. Там нету поля, нету гречихи, нету тихо стонущих пчел. И может быть, к счастью его, он умирает по сегде Майдана, так и не узнав, что площади, куда он хотел уйти, умереть, ее уже нет. Нет, нет этой площади. И когда я слышу бодрые песни про «Переведи меня через Майдан», я часто вспоминаю этого старого певца, который так и умер посередине Майдана, не дойдя до своего поля. И я понимаю, что для того, чтобы сегодняшний Майдан или любые другие социальные протесты, и тогда увенчались победой, изменениями, были настоящими революцией, они должны четко ставить цели, причем правильные, реальные цели. Потому что очень часто цели, которые там провозглашаются, они абсолютно нереальны или они ведут какое-то противоположное направление. Сегодня в Украине, если судить по блогам, судить по публикациям, есть огромное количество людей, которые бы хотели вернуться в Советский Союз. Но Советского Союза больше нет. Как нет того поля с гречихой, где глухо стонут пчелы, и где тишина закладывает уши. Нет такого общности, нет такой сущности. Сегодня в Украине есть один из лидеров оппозиции, один из лидеров протеста, Олег Тегнебок. Неонацист, выступающий, это тоже за введение Европы. Но Европа, о которой он говорит, она прекратила свое существование в 1945 году. Когда недавно Тегнебок поехал в Европарламент, ему не дали присутствовать на комиссии, где обсуждалось взаимоотношение России и Украины. Просто не пустили, потому что европейские политики не готовы подпускать себе Тегнебока даже на мордники. Единственный европейский политик, который бы, наверное, признал бы в Тегнебоке своего соратника и прислужника, это европейский политик покончил с собой весной 1945 года. Нужна правильная постановка целей. Нужно понимать, куда собираются идти через Майдан. Для того, чтобы этот путь увенчался успехом.